здравствуйте дорогие друзья прежде чем начать рассказ хочу выразить огромную благодарность всем кто откликнулся на идею создания музея друзья низкий вам поклон о том что это за музей и где мы планируем его разместить подробно рассказывается фильме гуд железный и загадочный если вы его по какой-то причине еще не видели то обязательно посмотрите не пожалеете ссылочка в описании взятный карточка гуд железного является огромный троицкий храм скорее похожий на католический собор который является частью промышленной усадьбы железоделательного завода баташовых когда в предыдущих фильмах мы рассматривали арочный мост подвалы производственные и хозяйственные постройки я специально не затрагивал это здание так как оно достойно отдельного внимания а начнем моего обзор как всегда с кратко официальной исторической справки церковь живоначальной троицы иногда неправильно ее называют троицкий собор это белокаменная церковь поселке гуд железный косимовского района рязанской области построенная стиле псевдо готики с элементами барокко и классицизма троицкая церковь начала строиться в 1802 году по заказу андрея андреевича баташова по прозванию черный незадолго на начало строительства каменного храма сгорает стоявшая на этом месте деревянная церковь во имя святого пророка иоанна пред течи 1766 года постройки в 1816 году андрей баташов черный умер так и не дожидавшиеся окончания строительства храма в 1825 году строительство храма было приостановлено в 1847 году строительные работы были продолжены и завершены в 1868 году когда был освящен главный троицкий престол архитектурный стиль храма сочетает в себе черты барокко классицизма и псевдо готики что примечательно церковь была построена как из кирпича так и из белого тесаного камня имя автора проекта троицкого храма в гусь железном не сохранилась во владимирском государственном архиве имеются сведения только о том что храм строился знаменитым архитектором но имя его не названо различные исследователи считают что это может быть известный зодчий василий иванович баженов или его ученик иван таманский или дмитрий алексеевич гущин или же косимовский архитектор иван сергеевич гагин кстати гагин был известен как исследователь археологических памятников косимовской округи он именовал их древними крепостями архитектурный стиль церкви настолько необычен что определить автора по внешнему виду практически невозможно в 1921 году по инициативе совнаркома были изъяты все церковные ценности а в 1937 году он был закрыт с формулировкой за долги и в дальнейшем использован для хозяйственных нужд в 1948 году троицкий храм был передан русской православной церкви в настоящее время церковь функционирует идет реставрация это одна из самых высоких и больших региональных церквей в россии белокаменная двухсветная в 55 метров высотой с купольным восьмеряком и 70 метровой колокольней церковь вмещает себя 1200 верующих и имеет три престола конец краткой официальной исторической справки тут важно уточнить что по официальной информации храм строил не тот баташов который основал завод делал фальшивые деньги и утопил рабочих а его сын от первого брака и затем внук от второго но сейчас мы не будем разбираться с официальной родословной баташовых предлагаю вам друзья заняться этим вопросом самостоятельно там много интересного целый детектив агата кристика говорится просто отдыхает троицкий храм один из редких образцов псевдоготического стиля не характерного для зодчества россии вся церковная постройка обращается к совершенно другим архитектурным приемом ближайшие аналоги этого храма старинные английские аббатства в лучших традициях итальянской архитектуры 16 18 веков это здание удивительно правдоподобно и эффектно повторяет их очертания своими высокими темно-серыми стенами с несколькими рядами стрельчатых окон остроконечный колокольний над входом округлой алтарной частью храм поражает еще и тем что в разную погоду он выглядит совершенно по-разному то легко и нарядно то солидно серьезно и даже устрашающе при этом храм настолько большой что вблизи сфотографировать его полностью просто не получится есть версия что венчающие части постройки шпиль колокольни шпиль и фиала восьмеряка пострадали и были заменены маловыразительными главками графическая реконструкция сразу меняет весь образ здания есть одна из официальных версий что основатель усадьбы андрей родионович баташов был масоном и собор копирующий английский аббатство был ему по душе якобы именно поэтому выполняя пожелание отца его сына первого брака андрей андреевич по прозванию черный взялся за его постройку церковь оказалась такой большой дорогой что ее достраивали уже внуки андрея родионовича выходит что это храм не видел не заказчик не основатель и местные краеведы видят в этом некую руку судьбы в кавычках по официальным данным во владении баташовых находилось 18 металлургических заводов 14 из которых они построили сами баташовские железоделательные заводы стали промышленным символом своей эпохи на их заводах были сделаны первоначальные чугунные скульптуры триумфальной арки в честь победы в войне 1812 года фонтаны на театральной площади и у здания академии наук на большой калужской решетки кремлевских садов и колесница на фронтоне большого театра также их металлургические заводы поставляли якоря и пушки для российского флота один из центров огромной империи баташовых находился как раз здесь в гусе железном забавно что в поселке с таким звенящим названием и историей гуть железный самым знаковым местом является не металлургический комбинат а культовое религиозное сооружение которое даже неизвестно кем спроектирована и построена спустя сто лет после постройки завода давшего поселку название при этом точно известно что этому храму нет прямых аналогов по всей россии такие вот чудеса а теперь давайте посмотрим на эту красоту поближе у современного входа в церковь висит две памятные таблички такое ощущение что их делали две различные подрядной организации которые между собой не договорились какую дату ставить обратите внимание на табличке указано что храм возвращен верующим в 1990 году хотя на заседании совета по делам русской православной церкви при совете министров ссср от 25 июня 1948 года было принято решение об открытии церкви в поселке гусь железный фондах государственного архива рязанской области сохранился типовой договор инвентарная опись и анкеты о передаче храма в пользование прихода русской православной церкви прямо возле входа стене колокольни мы видим огромные ниши в два этажа таких ниш здесь несколько и мы увидим их еще много раз неужели в этих нишах размещались статуи так выглядит ступеньки крыльца стиль и качество кладки стены и ступенек разительно отличается такое ощущение что эти камни для ступенек все с разных мест так как они разные по размеру форме и цвету и здесь почти все ступеньки такие за исключением одного крыльца севера как говорится слепили из того что было а вот стене все блоки одинаковые как на подбор заходим внутрь в тамбуре видим каменный пол все двери выше человеческого роста но переделаны под современные размеры сейчас логика понятна чтобы зимой в открытую дверь уходила как можно меньше тепла но неужели великий архитектор имя которого неизвестно проектируя столь великолепное здание забыл про холодные зимы или за 66 лет пока строили не было ни одной зимы друзья обратите внимание что внутри храма пол уже деревянной на стенах штукатурка в некоторых местах отвалилась и и не стали восстанавливать а побелили прямо по кирпичу само собой присутствуют стяжки люстры которые висят сейчас они электрические интересно интегрировали лестницу на второй этаж которую видно в нижнем ярусе колокольни за окном вот так эта лестница выглядит если заглянуть в колокольню видно что ремонт в основном косметический вывалившиеся камни стене не стали замазывать а просто побелили снаружи колокольни пристроено крыльцо а порожки на нем вообще современные бетонные лестничные марши эта дверь имеет каменное обрамление и все камни стены дают единую плоскость что говорит о высоком мастерстве камня обработки официальная информация нам говорит что этот камень тесаный но отметен от зубил нигде не видно более того по следам имеющимся на камне скорее можно сказать что камень пиленный многие считают что этот камень всего лишь облицовка однако это не совсем так камень наравне с кирпичом несет силовую нагрузку стен и даже внутри во многих местах несущие стены выполнены из камня однако в наше время по низу стены видно что камень уже разрушается вот что бывает если стене нет гидроизоляции камень впитывает воду зимой на замерзает и рвет камень изнутри и и Ступеньки северного крыльца завалены, видимо, культурным слоем. Или сами ступеньки и есть культурный слой. Итак, друзья, это был заключительный фильм о промышленной усадьбе Баташовых, который мы посетили в рамках экспедиции 2020 года. Кто не видел предыдущие фильмы, все ссылки есть в описании. Особо рекомендую к просмотру фильм «Гуд железный и загадочный». В нем мы спускаемся в подвалы и рассказываем об идее создания музея. Местным властям наплевать на наше прошлое и вообще на то, что осталось от металлургического завода. В более менее надлежащий вид привели только церковь. Остальное предается забвению. Это одна из причин, по которой мы решили сделать музей именно здесь. Во время экспедиции 2020 года, помимо гуся железного, мы посетили много интересных мест и рассказ об экспедиции еще не закончен. Впереди много интересного, очевидного и порой весьма неожиданного. А сегодня я с вами не прощаюсь. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До скорых встреч.